здравствуйте уважаемые господа и дамы начинаем сегодня в пятницу бесплатный вебинар по эзотерике меня зовут андрей дуйко я руководитель эзотерической школы кайлас сегодня я постараюсь ответить на вопросы которые вы мне задали на в моей группе дуйко кайлас и rte facebook а также я постараюсь направить нашу тему чтобы она касалась темы семейных отношений а также отношений между мужчиной и женщиной насколько это получится так как вопросы были сегодня много тематические и разно тематические вернее хотелось бы эти вопросы все постараться озвучить светлана филимонова спрашивает андрей андреевич я всю жизнь старалась хвалить сына но видать делала что-то не так потому что обратный эффект наступил он стал себе слишком много позволять вот и сейчас и ругать не хочется ну и терпеть то что он делает никаких сил может уже не воспитание дело может это сущность ими управляет иногда такое ощущение что это не он а кто-то другой со мной разговаривает я же вижу он светлый человек но иногда просто руки опускаются от его выходок очень часто я говорю во время проведения вебинаров о том что необходимо хвалить мужчин необходимо хвалить детей и очень многие люди это воспринимают тотально я хочу немножечко оговориться перед тем как сказать что я не ошибаюсь дело в том что когда я говорю хвалить и не это не обозначает что поклоняться дело в том что многие люди ошибаются и думая что когда я говорю хвалить они воспринимают это как поклонение тому человеку который рядом с ними находится так вот когда я говорю человека необходимо хвалить я не не имею ввиду что человеку нужно поклоняться как богу чем это отличается чем отличается хвала поклонения когда человек поклоняется другому человеку в этот момент этот человек ему лжет потому что хвала это заслуженная похвала это заслуженная заработанная человеком преимущество которое он достиг в ходе выполнения какой-то задачи или работы а поклонение это восхищение этим человеком очень часто не заслуженно я допустим против того чтобы дети детям говорили ты самая лучшая девушка или ты самая красивая женщина на земле я считаю это неправда так как для того чтобы провести такую такие исследования необходимы деньги и кто это сказал человек может в какой-то момент поверить случае если он поверит у него возникает нарциссизм появляется психические отклонения в дальнейшем это может привести к именно поэтому я очень часто говорю эти слова до хвалить необходимо мужчину восхищаться необходимо мужчиной но точно не поклоняться хвалить необходимо женщину восхищаться необходимо женщиной но делать из этого культе 100 процентов не советую видите в чем разница очень часто я говорю в своих семинарах какие-то такие концептуальные слова допустим на одном из семинаров я как-то сказал женщине не стоит смотреть зеркало так в случае если она часто смотрит зеркало у нее исчезают поклонники и после этого большое количество женщин написала мне андрей андреевич на это неправда и всю жизнь смотрела в зеркало у меня было всегда много поклонников и так далее я немножечко оговорился тогда и сказал саму концепцию неправильно дело в том что когда я говорил смотреть зеркало я имел в виду любоваться собой случае если у человек любуется собой в зеркале это отвлечет от него поклонников и в дальнейшем у этого человека поклонников не будет так как самолюбование является фактическим сглазом поэтому в случае если вы самолюбованием занимаетесь знайте это от вас уберет любование вами других людей зачем вам давать любование других людей чтобы вас видели красоту если вы и так уже налюбовались сами собой именно поэтому я и говорил в этом семинаре не о том что нет необходимости смотреть зеркало я говорил о том что не стоит заниматься самолюбованием в зеркале в случае если женщина привыкла заниматься самолюбованием и так красиво и так и вот так еще красиво и так красиво то это приведет ее в дальнейшем к тому что у нее исчезнут поклонники несмотря на то что она очень красивая очень часто женщины ко мне обращаются с вопросами я красивая умная я хорошая почему у меня нет мужчины почему у меня нет поклонников как с этим справиться давайте рассмотрим этот вопрос немножечко с такой нелогичной стороны скажите когда сильнее болит зуб утром или вечером давайте я вам отвечу он болит у нас вечером сильнее тогда скажите почему он у нас вечером болит сильнее ответ этому есть когда человек ложится спать и закрывает глаза то закрытыми глазами он обращает внимание на жут на зуб сильнее чем днем когда он отвлекает свое внимание а скажите почему бог не дает человеку возможности чтобы у женщины появился мужчина потому что она страдает таким образом можно сказать что в тот момент когда она очень об этом думает чрезвычайно на этом сосредоточено это вызывает у нее страдания случае если это вызывает у нее страдания как в случае с зубом то энергия видя это страдание у человека приходит к тому чтобы сократить у человека это страдание и не дать ему источник страдания которые есть в ее жизни то есть тот момент когда женщина говорит ну почему же его нет ну когда вдруг он ну скоро же это все страдание в этот момент вы делаете все для того чтобы он вашей жизни появился ну и что же нужно сделать я могу дать вам совет женщины осознанно привлеките в жизнь вашу любимых и поклонников обращая этом направлении свое сознание в сторону безразличия поэтому чем безразличнее вам это будет тем больше шансов у вас будет вашей жизни именно поэтому если вы начинаете страдать в этот момент отключаетесь или перемещаете свое сознание допустим когда же у меня стоп дуэко сказал быть безразличны красивая пальмочка красивое небо хороший потолок красивые люди и так далее в этот момент женщина должна отвлекаться естественно чем больше вы страдаете тем больше вы строите стену между собой и поклонниками между собой и теми любимыми людьми которые гипотетически могут вашей жизни появиться вот такая банальная история жизни про зеркала все правда подтверждает сейчас марина который отзыв которые читаю на своем сайте дойко гуру про зеркала все правда я думала куда же дели все поклонники ответ прост я просто слишком много любовалась собой да у меня есть знакомая женщина она очень красивая но она чрезвычайно любит любоваться собой в зеркале то есть если хоть где-то зеркало или отражение она непременно может стоять и обязательно им любоваться если мимо зеркала она проходит обязательно любуется ну естественно угадайте замужем она или нет удачного вебинара окей это знаете как у маугли там было удачной охоты до подскажите одинаковое ли влияние оказывает мантра на человека если ее не читать самому а слушать вашем исполнении случае если вы слушаете в моем персонально исполнении то данная мантра будет работать и влиять на человека так как она не очень мантра или не очень правильно создана она создана таким образом чтобы влиять на человека и я знаю как это сделать в случае если человек не знает как передавать мантру так чтобы она влияла на другого человека то данная мантра влиять не будет если ее просто слушать могу вам дать совет если вы слышите что где-то я читаю мантры вы можете эти мантры слушать они будут также влиять на человека как если человек читает их самостоятельно также вы наверное заметили что в первых ступенях школы кайлас я часто говорю о том что не стоит читать мантры закрытыми глазами между тем как начинаю просматривать видео которое я транслирую в youtube вы очень часто можете заметить что я читаю мантры закрытыми глазами и тут появляется нонсенс то есть появляется идея такая почему же дуйко тогда читает закрытыми хотя всем говорит что необходимо читать с открытыми ответ очень простой когда человек закрывает глаза он отдает энергию как это проявляется давайте я вам докажу когда вы ночью ложитесь спать то в момент вашего засыпания у вас много мыслей а когда просыпаетесь то мысли нет в голове тогда вопрос куда они делись то есть можно сказать что мысли у вас исчезли или куда-то делись так как были выпущены так как или была зубная боль на ночь утром проснулись боли нет болел живот на ночь утром проснулись живот не болит почему закрытые глаза это включающийся тумблер или механизм который выпускает из человека энергию когда я читаю мантры для другого человека в случае если я хочу отдать часть своей энергии чтобы эта энергия повлияла на другого человека я естественно читать мантру буду закрытыми глазами случае если вы читаете такую мантру то что вы должны получить что-то от данной мантры допустим вы читаете мантру она где-то так звучит пусть у меня будет много денег пусть придет в мою жизнь счастье пусть появится в моей жизни любимый человек вы же хотите чтобы это привлеклось в вашу жизнь тогда вам как нужно читать эту мантру с закрытыми глазами или с открытыми естественно с открытыми тогда скажите противоречит ли это моим моим образовательным семинаром которые выложены в интернете бесплатно не противоречит согласны с этим вот так а то начинается обвинение потом дальше андрей андреевич давал мантры для выведения негативной энергии с чакр после этого дал другие мантры выведения и здесь нестыковка я хочу вам сказать дело в том что наша школа имеет такое большое количество идей а также такое большое количество практик я вам могу показать допустим существует система усин это лечение по пяти органам но существует лечение органов по системе усин где есть шесть органов и шесть типов человека существует по 12 типам человека существует по знаком зодиака существует системы лечения по железам внутренней секреции так далее это все сложные системы лечения которые могут помочь другому человеку выздороветь но это все системы которым необходимо обучать когда я начал открывать свою школу то я пытался самом начале ее организации от 1 до 4 ступени давать те эзотерические практики которые были бы вводными для человека который начинает прикасаться к тому что я называю таким словом как эзотерика или магия естественно у многих были уже за плечами знания семинары кто-то смотрел еще что-то и это все не стыковалась там или как-то неправильно в голове складывалась тем не менее всегда говорил о том что эзотерика она не простая наука не настолько простая как вообще люди ее пытаются показать естественно я сейчас говорю о том что это сложная наука которую необходимо изучать есть свои законы в этой системе именно поэтому у нас школа она не 3 ступенчатая 7 ступеней и целый ряд там около 20 или 30 всевозможных и диаметических семинаров конечно же еще за 10 лет или 15 лет моей работы выпустится еще 100 семинаров всевозможных так как задачи у эзотериков возрастают идеи возникают эзотерика и время меняет все именно поэтому все изменяется добрый день андрей андреевич и все участники привет из милана спасибо тепло в милане наверно много лет я пользовалась мантрой при простуде решила поделиться и теперь она не работает что делать ничего поделились подарили по-другому вы написали не поделиться нужно написать правильно я ее подарила а скажите когда вы дарите вещь то вы можете ей пользоваться даже если вам она необходимо ну слушайте уже подарили все забудьте андрей андрей закон вселенной что отдаем то и получаем взамен кто вам сказал что именно такой закон вселенной почему а вы что знаете законы вселенной я бы не рискнул так говорить люди не знают законов вселенной почему же у вашего учителя была тяжелая онкология нарушение психической энергии в теле разве такое возможно у такого гуру спасибо за ответ я могу сказать что особенность моего учителя заключается в том что этот человек никому ничего давать не хотел ему это было не нужно это был старый старый дедушка он прожил свою жизнь и для него я являлся человеком который навязывал свое присутствие навязывал свои идеи и этот человек на протяжении многих лет вынужден был выживать его жизнь очень отличалась от моей жизни у меня за плечами не были там лагеря также у меня не были там преследования и так далее у меня все было по-другому мы были из разных миров совершенно то что у него появилась идея как-то со мной поделиться это уже его заслуга ну у онкологии у него онкологии у него возник почему возникает онкология неужели она вы думаете возникает от того что человек делает что-то для кого-то или не делает онкология является следствием огорчений у вас есть весы в вашем теле вот сколько вы в течение дня огорчаетесь столько у вас накапливается того что приведет вас дальнейшем к таким заболеваниям у вас много огорчений ставьте тире у вас очень много еще ставьте тире вас очень-очень много готовьтесь таким образом есть люди которые на огорчение не обращают внимание вот у меня такой ребенок есть ее зовут маша на совершенно не огорчается она обычно говорит такие слова она говорит ну и ладно и говоришь я не дам она говорит ну и ладно а вот аня огорчается и говоришь я не дам она огорчается обижается после этого требует чтобы дали после этого отбирает у кого-нибудь ищет вопросы которые или ищет методы решения чтобы это было ее чтобы было как она захотела видите сколько огорчений в ее жизни одна сказала ну и ладно и не огорчилась а у другой борьба за выживание цепляние конкуренция это все вызывает у нее вот такие состояния огорчения кто из них чего добьется вы знаете каждый добьется своего возможно аня добьется огромный огромного финансового достатка но возможно маша добьется ярких паранормальных способностей знаете у каждого свое но то что у этих детей разное восприятие это говорит о том что если у одного родителя два ребенка с разным восприятием жизни врожденными то какие же бывают люди так вот я хочу ответить на этот вопрос еще раз я считаю что онкологические заболевания является следствием бесконечного огорчения человека поэтому мой вам совет друзья мои не огорчайтесь существует два принципа не огорчаться первый принцип произносить слова ну и что я ни при чем также можно говорить там ну хорошо то есть пытаться впереди целая жизнь пытаться найти элементы которые не будут заставлять человека огорчаться я считаю что огорчение это нарушение закона наверное вашими словами скажу вселенной которые заставляют человека в дальнейшем понести за это наказание вселенная не огорчается дальше как помочь сыновьям найти достойную высокооплачиваемую работу нужно произнести он дуалет дуалет зунди сох а тогда они найдут работы выполнить практику из первой ступени скажите пожалуйста мантру для девятки на вебинаре ома касая хумбхат можно вот такую мантру читать дальше дело в том что когда женщина переживает по поводу того что у нее нет мужчины допустим то она нарушает некий закон такой который выглядит условно следующим образом смотрите все в вашей семье голодные а я отец то есть по-другому я бог который должен всех накормить и скажите ваши дети перед вами они все одинаковы согласны но я буду отвечать вместо всех нас до согласно они перед лицом отца все одинаковы тогда скажите самые наглые это кто это самые думающие правильно то есть наглые перед богом это не тот кто делает физические действия а тот кто чувствует больше чем все остальные то есть нагло это тот кто хочет больше чем все остальные думает больше чем все остальные а скажите если наглые лезет впереди то отец имеет право наказать такого ребенка имеет право как наказывает ставит его в самом конце очереди для чего чтобы воспитать у него и забрать у него то что называется наглость именно поэтому женщина которая переживает когда же выйду замуж скоро вот этот лёша может нужен может игорь начну с этим встречаться нет вот только когда же у меня будет что же мне делать может семинары пройти это вы лезете без очереди в этот момент вы больше всех лезете без очереди это самое страшное что вы можете делать в этот момент вы должны научиться осознать безразличие и в этом безразличии начинать жить это приведет вас к успеху то есть в этот момент когда больше всего нужно не нужно об этом думать совершенно таким образом случае если вы будете думать я могу сказать что те кто те мужчины которые не думают о женщинах у них больше всего шансов начать жить женщиной те женщины которые не думают о мужчине у них больше всего шансов начать жить с мужчинами те кто заинтересованы заинтригованы обеспокоены это люди фактически лезущие без очереди хотя все точно так же хотят есть но это такое обвинение со стороны эзотеристского учителя я надеюсь я никого этим не обидел постоянная тяжесть в анахате это где два года слушаю шумное очищение анахаты для любви для сердца прошла четвертую ступень делаю практику но все равно тяжесть так вам нужно было пройти первые три вы зря прошли четвертую это вообще ваша анахата там разорвется на немецкий крест переходите к первой ступени не нужно переплют вы просто не понимаете что геометрию изучают с того вот знаете человек приходит и говорит я хочу изучать геометрию а я этому человеку начинаю говорить тебе придется изучать буквы а человек говорит но я буквы не хочу геометрия тоже цифры давайте начнем с цифр я говорю нет для того чтобы понять цифры нужно перед этим понять буквы в начале ты выучи буквы потом мы изучим как они складываются в слога изучим системы припинания после этого откроем книгу геометрии начнем по буквам складывать тексты которые будут объяснять что такое геометрия а потом уже стрелочки рисовать и отрезки и так далее человек говорит да не нужно мне это все чепуха я хочу сразу научиться рисовать и вот хочу сразу геометрию давайте все вниз геометрии я очень часто это говорю нельзя нельзя перепрыгнуть необходимо все последовательно изучать эзотерика она изучается последовательно нашей школе используется еще определенная идея который называется персональная передача между учителем и учеником и она просто не возникает если человек прошел четвертую ступень там очищала на хату и так далее тепуха все это оскорбил сам себя да люди пишут очень часто андрей андреевич я слушаю коды я слушаю коды на продаже в магазинах вернее я слушаю шумы на продаже на увеличение продаж магазины а в магазине продажи не увеличивается с чем это связано дело в том что шум сам по себе не имеет никакого значения к продажам вашим магазине когда вы слушаете шум то в вашем энергетическом теле начинают формироваться определенные завихрения которые начинают притягивать совпадение которые притягивают из окружающего мира вашу жизнь или ваш магазин потенциальных клиентов но когда вы слушаете шум то это все начинает работать когда она начинает работать то она расходует энергию которая называется ваша психическая энергия Данная энергия возникает в случае, если человек в жизни получает удовольствие, радуется, восхищается. В случае, если это у него есть, то тогда это расходуется. Тогда он это расходует. А в случае, если у человека нет продаж, скажите, он все время находится в состоянии нехорошем. То есть он расстроенный, опечаленный чем-то, ему же необходимы деньги. Он психическую энергию тратит на свое беспокойство, на то, что он ночью переживает, днем нет продаж, нечем платить. После этого, как спасение, начинает включать коды или начинает слушать шумы, и у него включается вновь расходование психической энергии. И после этого шум просто не срабатывает. Почему он не срабатывает? Нет топлива для того, чтобы этот шум сработал. То есть если шум генерирует, а генератором являетесь вы, то ваша психическая энергия является фактическим топливом для работы вашего генератора. А так вы генератор приобрели, вернее, код для генератора, ключ для генератора приобрели, начинаете его слушать, генератор включается и гаснет. Почему? В него необходимо добавлять психическую энергию, а топлива, к сожалению, нет. Я хочу вам сказать на вопросы, подскажите, как эзотерически вылечить ЖКТ, тиреогид, эпилепсию и так далее, я хочу вам сказать. На эти вопросы вы можете дать себе ответ в случае, если вы пройдете мой семинар, который называется «Эзотерическое целительство. Эзотерическая гомеопатия. Первая, вторая и третья часть». Вы это можете сделать прямо сегодня, прямо не выходя из этого сайта Дуйко Гуру, и приобрести этот семинар и вылечить себя самостоятельно. Объясните, что такое происходит, когда сижу или стою, и вдруг тело как будто передергивает, и чувствую, как энергия поднимается и выходит из макушки головы. Что это за энергия? Становится легче. Это было и до знакомства со школой Кайла с уважением ученик третьей ступени. Это энергетически может быть движение энергии кундалини по позвоночнику. Она таким образом может выдвигаться. Является ли это плохим качеством или хорошим? С одной стороны, если человек не ждет духовного пути, то этого человека такая энергия может отвлечь от создания семьи, создания бизнеса, так как энергия кундалини, которая поднимается, она более предназначена для увеличения сознанности человека, расширения его сознания, его чувствования. Такая энергия будет полезна для тех, кто планирует жизни, лечить других людей, но точно не очень хороша для тех, кто собирается зарабатывать большое количество денег. «Могу ли я приобрести первую обновленную ступень за деньги, которые мне подарили?» «А вы верите в домовых и существуют ли они?» «Я верю в домовых и видел, как они существуют». «Если я могу сбросить вес, он стоит на одной цифре, пользуюсь и шумами, и буквами, но потом иду и опять ем». Причина в том, а вам необходимо просто понять. Дело в том, что очень часто люди смотрят семинары, те, которые я даю, но не слышат философию. Вам необходимо открыть еще раз этот семинар, где я рассказываю про эти буквы и послушать, что я говорю в начале. Там целый ряд принципов. Я говорю о том, что человек должен изменить свой подход или свою программу вообще к пище. То есть пище – это не важно. Жить с позиции того, что он должен произносить периодически. «А я вот когда ем худею, а я вот сейчас съем и похудею на столько-то, столько-то». То есть там есть философская идея. Еще раз повторю эти слова. Эзотерика без философии гробит человека. Философия без эзотерики тоже неэффективна. Именно поэтому я очень стараюсь всегда дать часть философской доктрины и сразу же эзотерические практики. Именно так это все работает. Что ищет мужчина в женщине? Что ищет мужчина в женщине? Для чего женщина создана? И какую женщину обычно выбирает мужчина? Я могу сказать вам. Это все заключается в ее слове или ее предначертанном слове, который звучит как «женщина». Скажите, на какое слово из русского языка или какой один род есть в слове «женщина» и с каким словом оно совпадает? «Женщина» – это слово «женственность». А какая это женственная женщина? «Женственная женщина» – это подразумевается, можно поставить тире, она является нежной. То есть по-другому можно сказать, чем нежнее женщина, тем больше в ней женственности. А скажите, какое есть слово в мужчине? В мужчине слово «мужественность». Согласны? Чем больше у мужчины мужественности, тем больше у него шансов быть с женщиной. То есть что обычно женщины пытаются забрать у себя? Они пытаются забрать у себя то, что больше всего привлекает их в глазах мужчин. Что привлекает? Нежность. Вы представляете? А как проявляется нежность? Вот смотрите, грубые картины и нежные картины. Нежные картины – это, допустим, Микеланджело. То есть на ней изображены подробно вены, сосуды людей, изображены губы, потрясающей красоты глаза, очень красивые лица практически на всех картинах Микеланджело. Я его поклонник. А скажите, а грубость где подразумевается? А грубость подразумевается в картинах, допустим, Пикассо в кубизме. То есть все режет глаз, все имеет резкие движения, не имеет пластичности. То есть можно ли сказать, что в одном случае художник стремился к проявлению нежности, а в другом случае, как с Пикассо, проявлением грубости или мужественности? Вы представляете, тогда глядя глазами на женщину, что хочет увидеть мужчина? Резкие формы или он хочет видеть нежные формы? А что подразумевают нежные формы? Это краски, это цветы, это ухоженность, это ровность какая-то, я не знаю, это природа, наверное, какая-то красота, неоднополярность, вы понимаете? Вот смотрите, черный квадрат, и теперь нарисуем четыре картины черных квадрат, только они будут красный квадрат, синий квадрат, желтый квадрат и фиолетовый квадрат. Вот очень часто женщины напоминают четыре квадрата, а там должен быть Микеланджело. Там должен быть Микеланджело. Это, конечно, никто никому ничего не должен, это естественно, но просто, чтобы люди понимали вообще, как это проявляется. Естественно, сейчас говорят о моде очень много, говорят о сексуальности. Дело в том, что особенность сексуальности заключается вот в чем. Дело в том, что мы жили в Советском Союзе когда-то, и в Советском Союзе была социологическая идея такая, вырастить из людей интеллектуальных, высокодуховных, толерантных, милосердных. И у нас не говорилось о сексе, у нас говорилось о любви. И сочиняли стихи о любви, были фильмы о любви. Интимной жизнью никто не интересовался, она стабильно была. То есть не разделяли мужчин и женщин, как-то постоянно это все у всех было. Даже когда-то женщина сказала, не помню, по-моему, Фурцева в 70-м или 80-м году, сказала на заседании ООН о том, что секса в нашей стране нет. Я с ней абсолютно согласен. В Советском Союзе такого пошлого слова, как секс, не было, потому что им все занимались. Думать о сексе было некогда. Но когда пришел капитализм, а мы живем сейчас в буржуазно-капиталистическом обществе, прикрытой одним словом демократия, на самом деле не нужно прикрываться этим словом. Всем и так понятно, что мы живем буржуазно-демократическом обществе. Где слово секс является элементом, к которому должен стремиться человек? Почему? Но дело в том, что сама по себе идея секса – это идея выживания. То есть как можно сделать из интимных отношений продажные отношения, как можно при помощи ног и рук заработать деньги. Но это очень по-буржуазному, очень по-капиталистическому. Не учитывая характер человека, не учитывая доброту. Что такое высокая духовность? Поменять большое количество партнеров – для этого много ума не нужно. Или сделать, оплодотворить большое количество людей – для этого много ума не нужно. А вот прожить с одной женщиной или с одним мужчиной так, чтобы до самой смерти быть верными, так, чтобы видеть глаза и думать об этом человеке, так, чтобы не обращать внимания на других людей – это сложный путь, он и есть духовный. Очень часто в Советском Союзе люди жили по принципу духовного пути, сами этого не подразумевают. Ну скажите, вот я очень часто чуть-чуть вредничаю, но, конечно, это я обычный человек, имею право это сказать, я сейчас говорю просто как обычный человек. Когда мы жили в Советском Союзе, он много дал людям? Да, много было людей, которых он обидел. Но скажите, ведь у многих людей, которые были обычными людьми, им были подарены квартиры, эти люди получили квартиры, получили имущество, этих людей очень много. А наша власть, которая сейчас после Советского Союза, которая говорит, что в Советском Союзе было плохо, у всех было там очень плохо, эта власть, она людям подарила квартиры? Ну тогда где было лучше? Вы понимаете? То есть говорить о том, что тогда было ужасно, но я не верю. Потому что я помню, как открывались школы, а я сейчас в этой жизни живу и вижу, как закрываются школы. Открывались больницы, а сейчас я вижу, как они закрываются. Я помню, какая была санэпидемстанция, я помню, как относились к воде, я помню, как относились к медицине, я помню, как заставляли прививать детей. Вы знаете, у нас родился ребенок, мы в платной клинике рожали, и после этого в платном помещении, все было по-платному, и после этого у женщины спрашиваю, а вы прививки делаете вообще? Она говорит, ну только от гепатита бесплатную. Я говорю, а что это за прививка от гепатита? Я не хочу от гепатита. Почему? Потому что их есть 8 разновидностей гепатита. Какую прививку вы собираетесь делать? Ну какую-то там сделаем. Какой-то мне не нравится это слово. Я не хочу, чтобы прививали. Я говорю, а БЦЖ, КПК, вы будете прививать? Она говорит, нет, это уже, вы должны сами искать где-то, где вас должны привить. Это катастрофа, вы понимаете? Ладно. Что же делает женщину красивой? Сейчас я об этом скажу тоже. Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, почему, когда я езжу на машине около 70 километров, даже больше, то потом болит голова очень сильно? Что делать? Заранее спасибо. Необходимо, я сейчас скажу такие слова, необходимо на ночь съедать кусочек сливочного масла, заморозить его, и после этого кусочками, и после этого перед сном рассасывать масло за щекой левой, после этого правой щеки, и после этого его рассасывать и глотать. Делать это перед самым сном. Таким образом, глаза и голова перестанет болеть, и усталость глаз во время быстрой езды не будет формироваться. Скажите, пожалуйста, если один партнер хочет расстаться, второй партнер против, так как живет материально за счет первого и шантажирует детьми, устраивая истерики, постоянно напоминая о чувствах долга. Есть ли выход в такой ситуации? Огромное спасибо за ответ. Я всегда говорил эти слова, еще раз подскажу вам. Делайте так, чтобы ваша душа была всегда свободной и радостной. В случае, если ваша душа самостоятельно, независимо от этого человека, живет саморадостно, то живите даже и выбирайте. Если у вас есть возможность жить в богатстве или жить в бедности, жить в богатстве, но чтобы душа страдала, или жить в бедности, но чтобы душа была счастливая, выбирайте жить в бедности, в будке какой-нибудь, но не в королевских апартаментах, чтобы душа страдала. Почему? Душевная боль, она самая тяжелая. Выжить, когда душа болит, сложнее, чем когда вокруг все очень плохо. Не стоит бояться материальных трудностей. Материальные трудности, они закаляют человека, закаляют человеку душу, помогают человеку духовно возрождаться. Поэтому я могу вам сказать, что не нужно себе объяснять, что делает человек, как он там делает. Делайте, как вы хотите. Я в своей школе очень часто говорю слова, делайте, как вам хочется, а не так, как кто-то хочет для вас. Я понимаю, что у кого-то есть идеи по отношению к нам, долги и так далее. Делайте, как вам хочется. Вот вам так хочется делать. Я хочу сказать, смотрите, есть три элемента, ради которых можно расстаться с человеком. Первый элемент – это ложь. Второй элемент – это недоверие. Третий элемент – это, скорее всего, ну, наверное, можно сказать, лень человека, обещания невыполненные. Накопать там этих элементов можно много. Но может ли женщина много зарабатывать, а мужчина мало зарабатывать и жить хорошо? Конечно, пример Пугачева и Галкин. Он зарабатывает мало, она зарабатывает много, у нее имя, ничего им не мешает жить. Смотрите, у нее возраст взрослый, у нее возраст маленький. Скажите, они выглядят несчастными? Она не могла родить детей, теперь у нее двое детей, она понимает, что она взрослая. Я могу сказать, что она не очень долго будет жить. Тем не менее, на 100% могу утверждать, что эти люди, они счастливые. Я поклонник творчества и Галкина, и Пугачева. Мне очень нравится и творчество, их семья, они являются примером. Мне очень нравятся эти люди. Я могу сказать, что она достойная для того, чтобы жить счастливо, и трудиться и так далее. Но это же пример. Но скажите, если бы другие люди начали давать ей советы, говорить, зачем тебе нужен, никогда деньги он будет гулять, он может быть там еще какой-то, это он ради этого, или этот ради этого, могла бы быть у них счастливая судьба. Но скорее всего нет. Тогда скажите, в тот момент, когда у вас что-то разрушает вашу семью, скажите, это ваше желание, или это чье-то желание. Если чье-то желание, не верьте этим желаниям, а просто живите. В каждой семье есть возможность семью восстановить. В случае, если нет там, гуляния и предательства, а в открытой форме, пьянства или наркомании, в открытой форме, если нет бесконечных там, если человек не берет на себя никакой ответственности, такое тоже очень часто бывает, когда мужчина начинает жить и там ушел вечером, через три недели пришел домой. Где ты был? Я не могу сказать тебе, почему ты не можешь? Ну вот не могу и все. Ну как с таким человеком можно жить? Ему доверять невозможно. Или человек, сегодня, я последний раз принимаю наркотики, а завтра принимает наркотики. Или там жил-жил с вами, ушел к другой, живет с другой, потом вновь к вам вернулся. Помоги мне, я не знаю, что со мной произошло. Женщина начинает говорить, да это во всем виноваты, это колдухи там, привороты и так далее. Нет, подлец просто. Ну погулял, приди домой тихонько, ляжь и там, и сделай так, чтобы никто не знал. Но это же не значит, надо убегать другой женщине. Там не понравилось, к этой пришел. Такое не стоит прощать. Мне кажется, в одну и ту же воду два раза не войдешь. У меня была такая женщина, я могу сказать, ну не в моей жизни, но я могу рассказать историю. Ее мама, она считала ее очень красивой. Я не могу сказать, чтобы она была очень красивой, огромная такая, бесформенная, метр девяносто, наверное, девушка ростом, лицо красивое. Но мама с самого детства пыталась создать, будучи из деревни, пыталась для нее создать идеализированные условия. Все время говорят, что она самая красивая, самая умная, платила за воспитание. Итог, она в 15 лет вышла замуж. В 16 лет начала употреблять алкоголь и наркотики. В 17 лет ее выкупили у милиции, потому что у нее уже первый раз ее осудили. В 18 лет она переехала в большой город и два года жила как проститутка. После этого нашла какого-то мужчину и когда ей было 20 лет, она начала с этим мужчиной сожительствовать. Мужчина этот был хороший, обожал ее, но мама ее постоянно говорила, что она достойна лучшего, что у нее будет лучшая судьба, у этого там ничего нету. Она бросила этого, после этого еще одного, после этого еще одного, после этого еще ни одного. После этого переехала в другую страну и в этой другой стране ее посадили, где она сейчас отбывает на 8 лет лишения свободы срок. Но скажите, хорошая судьба у нее или нет? Тогда кто вмешивался в ее судьбу? Тогда мама была права или нет? Работают ли шумы и заклинания без посвящения? Работают. Купила первую ступень с магией денег в 2014 году. Сейчас есть 2015 бесплатная, обновленная 2018. Как мне быть? Еще раз купить первую ступень или переходить ко второй. Но насколько вам необходимо переходить к первой обновленной? Вчера 9 мая прилетел голубь через балкон и сел на спящего мужа на спину. Мы пытались его накормить и напоить. Не стал, выпустили его. Вопрос, к чему это? Мужу 68 лет. Когда голубь прилетает и просит еды, его необходимо накормить. А вот о чем он говорит. О том, что появится очень сильный, очень большой доход. Обязательно кормите голубей, которые к вам садятся. Голубь птица, которая приносит доход. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас бизнес начал много продавать, а также у вас нет бизнеса и вы хотите, чтобы он появился, научитесь кормить голубей. Голубь птица, которая помогает или стимулирует появление новых хороших идей, а также нового хорошего бизнеса. Не напрасно. Профессор Мариарти, который в свое время кормил голубей. Помните эту историю, наверное. Я заклинание практикую по 108 раз в полгода. Шумы практики, встаю рано, мантры для меня взяты с вашего канала в YouTube. Если я их выкладываю в чат группы морского курса, скажите, вас кто-то просит их выкладывать в чат группы морского курса? Скажите, я вам давал такое поручение? Или вы являетесь учителем, что пытаетесь обучать этими мантрами других людей? Скажите, вы на это мое согласие брали? Я написал книгу, допустим, эта книга называется «303 совета и выводы Дуйко». Скажите, я написал в этой книге или у кого-нибудь попросил, чтобы этот человек брал страницы из этой книги и после этого постил их ради того, чтобы добавилось у него там какое-то количество людей? почему никто не думает, что я на этом могу заработать деньги? Я могу заработать деньги на заклинаниях, на кодах, на шумах. Когда вы их распространяете, скажите, я на этом смогу заработать или нет? Нет, конечно. Зачем вы воруете у моей семьи деньги? Это же не очень красиво. Таким образом, мои дети, а у меня их пятеро и скоро появится еще один. Тогда скажите, у моих пятерых детей, у моей семьи, кто ворует деньги? Те, кто забирает у меня возможность зарабатывать на этом. А раз вы забираете у меня возможность, вы говорите, Андрей Андреевич, мы вас очень любим. Ну как же вы меня любите, если вы воруете у меня? Если вы не даете моей семье заработать? Ну естественно, да, Дуйко, он богатый, у него все есть в жизни и так далее. Странная идея, знаете, а вы тот человек, кто должен посчитать, кто имеет возможность воровать, а кто не имеет. Я вообще очень часто говорю эти слова. В наших странах мы живем сейчас, как в Дубае. Просто вы не понимаете, что управляющая власть в этой стране, в любой из наших стран постсоветского пространства, просто ворует деньги у людей, которые являются обычными людьми. Они просто их воруют у нас. Они их воруют в виде НДС, в виде налогов, они их просто воруют, вот потом это все выплывает в виде каких-то там схем махинаций и так далее. Загоняя людей все больше и больше в кабалу какую-то, вот в тяжелое финансовое состояние. Ну и будут это делать, скорее всего. И вопрос, почему? Если находятся люди, которые Сангая за 20 долларов распространяют в складчину и после этого на этом зарабатывают деньги, то тогда кто эти люди, скажите? Ну уже 20 долларов сложно записать или заплатить мне, чтобы поприсутствовать у меня на Сангая вживую и получить от меня знания. Ну зачем же воровать у меня даже так? Ну это же уже самое-самое, ну наверное, низкое. Я понимаю, семинар за 200 долларов, ладно, но семинар, который стоит 20 долларов, это что, такие сумасшедшие деньги? Мне кажется, это очень некрасиво. Конечно, после этого люди говорят, о, во всем виноваты политики. Нет. Если находятся те люди, которые за 20 долларов у меня воруют семинары, если находятся люди, которые сами ничего не создали, копируют у меня и после этого выкладывают по чатам, то тогда скажите, разве это по-честному? Добрый вечер, эзотеристскую практику для женитьбы. Дальше. Я сейчас об этом рассказываю. Почему женщина не является красивой? Почему женщина кажется себе некрасивой или кажется окружающему миру некрасивой? Я могу сказать, женщина, она в отличие от мужчины имеет инскую энергию. Вот смотрите, электрический ток это энергия, которая янская, она сделала искру и ударилась. А что такое инская энергия? Это магнит. То есть магнит, который может привлечь к ней мужчину. И этот магнит, он может привлечь в случае, если женщина красивая. Но вы видели таких женщин, которая некрасивая и у нее много поклонников? Я таких женщин знаю. Они владеют элементом магнетизма. В чем он заключается? Он заключается в том, что эти женщины замечают красивое вокруг себя. Почему? Женщины видят красоту в тот момент, если женщина подмечает красоту вокруг себя. Таким образом, если женщина видит красоту вокруг себя, то окружающий мир начинает видеть красоту в ней и мужчины начинают видеть красоту в ней. Если ей некогда, она не обращает внимание на красоту живет по принципу мне нужно выжить то тогда окружающие люди не видят не красоту все конец вот так то есть а мне же приходится выживать из песни слов не выбросишь если у тебя не хватает времени на то чтобы видеть красоту к доказательства бегают мои дети слава и маша слова подбегают о какое большое дерево она наверно очень древние у него есть смола и и нужно собрать после этого маша взяла палочку и говорит ой тут в смоле такие красивые какие-то букашки они застряли давай их быстро спасем у этого дерева у него так пахнет кора смотри у него кора белая смотрите он увидел то что это дерево на нем смола ее можно собрать а маша увидела прелесть этого дерева в том что там букашки их нужно спасать там есть мало она желтая сал говорит большое и сильная маша говорит она красивая и белая и листочки почему потому что девочка должна видеть красоту а мальчик должен видеть текстуру или качество именно это в жизни очень часто и происходит этим самым мы наделены мужчине не нужно видеть красоту в мужчина если ходит с женщиной он смотрит на ее красоту в этот момент его не интересует красота которая вокруг него находится в этот момент женщина может казаться в глазах этого мужчине красиво если она до этого момента красоту видела во всем в чем в себе в ногтях в одежде в обуви в окружающем мире в своих тарелках там в мыслях там в чем угодно чем больше красоты в женщине чем больше она ее видит тем она красивее кнопочку поблагодарить нажал поблагодарил подскажите стал перед выбором служу по контакт по контракту 11 лет скоро конец контракт но сейчас есть возможность пойти на повышение только тогда придется продлить контракт я не уверен что хочу этого подскажите стоит ли служить или идти искать другую работу идите ищите другую работу вас обманывают не верьте это они вас обманывают они вас затягивают чтобы еще раз контракт с вами заключите будет то же самое огромное спасибо главный учитель моей жизни о вас и школе кайлас мне во сне рассказала сестра которая жизнь не слышен что об этом теперь она стала учиться вашей школе прошла две бесплатных ступень теперь собираюсь приобрести обновленную первую ступень я вас поздравляю вы молодец горжусь вами спасибо вам и софии благодаря вам в один не хорошо решили беременеть вот есть две девочки сейчас точно будет мальчик годами решили как-нибудь когда-нибудь а после вашей статьи где бог дал ребенка даст и на ребенка и скоро вашего предстоящего пополнения мы так решили конечно я главное чтобы женщина могла рожать если есть мужчина который может кормить должна найтись женщина которая может рожать все я считаю что бог дает детей дает на детей я могу сказать что мне очень хочется чтобы у меня была большая семья большая семья залог того что мне захочется жить и создавать что-то для семьи создавать что-то для детей понимаете почему потому что свое время достигну очень быстро большего я вдруг столкнулся с тем что если это не ради кого-то а просто так для себя то тогда жизнь заканчивается и после этого появляется болезни появляются плохие психические состояния появляется окончание жизни так ребенок который стремился стать очень богатым человеком достиг этого в очень раннем возрасте и столкнулся с тем что богатство к сожалению она необходимо кому-то вы понимаете естественно я могу сказать что это одна из моих таких краеугольных ошибок в жизни которые я пережил благополучно теперь я хочу детей теперь я хочу чтобы дети эти были у меня там взрослели я хочу чтобы детей было много подскажите муж любит молодую красивую талантливую вместе выступает на концертах 6 лет они вместе работают когда слушают музыку вижу его влюбленное восторженное лицо мужа которые смотрят только на нее уходить не хочет ему удобно так жить как найти замену эмоциям которые раньше давала музыка теперь я сла сразу плачу и чувствую себя ужасно я вам могу сказать здесь очень много чувств и здесь в этих чувствах вмешана ревность случае если с вами муж живет то тогда он с вами спит скорей всего в одной постели и между вами есть интимные отношения случае если между вами есть интимные отношения то этот мужчина который с вами живет он ход этому и не верит но все равно скорее всего любят вас и все равно живет для вас и все равно там стремится быть с вами и так далее смотрит на другую женщину даже если он с ней спит это не значит что она хочет этого мужчину она верит этому мужчине и так далее возможно это флирт у людей которые занимаются искусством это естественное состояние порыва души то есть для них это состояние которое может иногда перевоплотиться вот в какие-то там тонкие отношения между ними там платоническая любовь она может решиться там поцелуем там или еще чем-то или еще чем-то но это не обязательно что они хотят из этого создать семью есть фильм такой называется забытая мелодия для флейты с филатовым и татьяной догилевой там очень хорошие слова сказала наталья дочь вот этого филатова она сказала догилевой ты помни о том что с одними они встречаются а живут с женами вот с этим я абсолютно согласен а вы как жена можете создать условия при котором этот мужчина со временем все равно столкнется с тем что вы самая близкая вы самое нужно и вы самая дорогая не нужно ревновать ревность источает семью ревность разрушает семью живете вместе сделайте все для того чтобы отношения были восхитительными чтобы отношениях как это можно научиться делать об этом немножечко дальше и и дальше самое интересное слова самая сильная поддержка которую может человек создать для своей семье в которой он живет это внутренняя сила или внутренняя духовная сила создавать даже если не хочется состояние радость вы знаете перипетии мира тяжелые отношения там ревность болезни и так далее они купируют у человека возможность создавать радость в этом и заключается наша внутренняя духовная сила найти в себе возможность создавать радость каким образом это улыбка это поддержка это восхищение это обнимание это возможно что-то покупать но не для себя или для него а для семьи я могу вам показать я обязательно что-то покупаю для семьи можете мне подать чтобы я не вставал у меня микрофон здесь я вам покажу что я сегодня купил для семьи не вот это вот это то трубы все 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 достаточно я могу сказать что у нас в семье всего хватает но я обязательно стараюсь что-нибудь периодически покупать для семьи сегодня купил вот такие стаканы у нас стаканов хватает в нашей жизни красивые красивые какие стаканы почему это сделал дело в том что мне хочется что-то сделать или создать вот эту радость и эту радость я пытаюсь создать не для себя и не для них я это пытаюсь создать для нас вот будут такие стаканы держать и все будут радоваться они блестят они такие в пупырышках приятно они стоят недорого зачем я это сделал у нас стаканов слава богу дома хватает и богемское стекло и там еще какое-то и там хрусталь все есть но это не сам даже купил очень часто ученики дарят на морских курсах тем не менее я это сделал потому что мне хочется периодически сделать радость также как бы мне чувствую ли я себя плохо человек у которого был переломан позвоночник у которого была сильнейшая травма лица не хватает там верхней челюсти на половину человек у которого постоянно после химиотерапии годами поднимается давление которые там болят там то ноги то руки то тазобедренные суставы то голова только эзотерика спасает за плечами химиотерапия перенесенной и так далее я вам могу сказать каждое утро когда я встаю я собираюсь там как-то сосредотачиваясь еще что-то делают для того чтобы прийти в нормальное состояние я понимаю что за плечами перенесенные тяжелые заболевания и что там великолепные хорошо себя чувствовать я к сожалению уже никогда не смогу но это все равно не позволяет мне не находить в себе внутреннюю силу чтобы не улыбаться не обниматься и не радоваться поэтому я хочу вам сказать что это давление есть давление нету улыбаюсь радуюсь создаю вид счастливого человека почему я не пытаюсь и стараюсь как можно меньше дома работать почему потому что работа создает у человека серьезность и лишает возможность людей которые находятся рядом видеть в вас радость почему это необходимо делать дело в том что люди которые рядом с нами живут они хотят чтобы мы были радостными почему это их реализация это их реализация я радостен не для себя я радостен для них пусть они будут счастливы рядом со мной я радостен для них они радостны для меня дети радостны для нас таким образом у нас происходит взаимная реализация я смотрю на радостных детей понимаю что как мужчина состоялся им есть что кушать я смотрю на радостную жену и понимаю что этой женщины жизнь счастливая ей есть где жить и есть что кушать я жена моя смотрит на меня радостного видит что я здоров что ему все в жизни хватает он счастлив полностью то есть о чем это говорит а что создает эту радость друзья мои соберитесь и начните создавать дома радость в случае если человек создает дома радость или создает радость вокруг себя он становится счастливым человеком это и есть быть высокодуховным существом который живет на планете земля и естественно для того чтобы эту радость создавать и необходимо вот это внутренняя духовная энергия мы над этим работаем естественно почему он уходит другой женщине она создает у него радость тогда что вам необходимо делать создавайте радость дома чтобы он видел что вы рядом с ним радостный а вы наверное ревнуете и дома без радостный тогда скажите что этот человек хочет дома находиться когда видит перекривленную жену перекривленную собаку после этого еще там кого-то перекривленного скривленного если все стремятся к созданию радости стремление к созданию радости исходит из элемента улыбки то таким образом у окружающих людей появляется желание быть полезным тому человеку который рядом улыбается или который обнимается или который радостен ничто так не разрушает семью как угрюмость как бесконечное состояние без раза без радостности и так далее работа дома и страшное кино подавляет радость человека подавляет интим подавляет вообще что-либо ухаживания подавляет но к чему вообще заговорил об интимных отношениях интимное отношение и ухаживание которые есть между мужчиной и женщиной к чему они приводят они приводят к радости таким образом можно сказать что семья создана для того чтобы сублимировать и культивировать элементы радости об этом люди забывают и несчастные семьи это семьи которые ищут все возможности создать все для того чтобы радость отсутствовала и в таких семьях всем жить тяжело заставляете человека который рядом с вами радоваться и он будет счастлив заставьте его страдать и страдающий сбежит от вас таким образом если вы будете создавать радость не человек будет рядом радоваться вы его научите быть счастливым человеком ежели вы будете все время страдать бубнить там ругаться быть чем-то озабоченными этом без конца кого-то в чем-то обвинять то скорее всего тот человек который рядом с вами находится рано или поздно сбежит от вас но здесь есть опять-таки такое слово нельзя радоваться нечестно таким образом если человек радуется нечестно специально заставляя или обманывая свою душу очень быстро происходит истощение человека и появление заболевания в чем же особенность вот этой душевной радости она появляется от трех компонентов которые должны присутствовать человеческой жизни это осознанность выбора то есть тот момент когда человек страдает он должен переключиться на то что он видит то есть ой как я страдаю этого нет он козел и так далее ой красивый шар ой там хорошая стена или там такой потолок или там выглядываете в окно люди идут они торопятся на работу то есть вы пытаетесь каким-то образом работать над своим сознанием своим сердцем убирая возможность дальнейшем мутировать в сторону вот такого негатива естественно не забывайте что вторым и третьим компонентом является удивление и восхищение естественно эти три компонента звучат так нужно видеть окружающий мир восхищаться окружающим миром и удивляться от того что в этой жизни с вами происходит если эти три компонента есть они создают радость душевную которую потом не нужно будет придумывать и специально корчить растягивая свое лицо как у гумплина виктора гюго да очень легко попасть плохое настроение это может сделать голод гормоны и безденежье в этот момент и необходимо найти то что я называю радостью сердечной что такое радость сердечная это радость когда человек живет для кого-то радость сердечная она возникает если человек найдет ради кого он живет в этот момент смотрите человек может быть голодный у него может быть плохое настроение у него могут гормоны работать что-то болеть и в этот момент радость невозможно но в этот момент человек может себя переформатировать если он найдет радость сердечную радость сердечная она может быть проявлена ради кого человек живет ради идеи она может быть проявлена для детей ради детей ради родителей ради идеи мира он может жить ради там счастливого будущего ради вера в бога ради счастья какого-то он должен найти какую-то веру радость сердечно это дети близкие бог эзотерика это может быть свет ради того чтобы видеть солнце можно жить понимаете то есть ради чего-то человек может жить смотрите радость это свет почему вы смотрите когда светло то люди греются на солнышке греются помидоры растут растут а а пчелки мед приносят приносят тогда свет дает что человеку свет дает жизнь человеку правильно поэтому все люди живущие на земле это люди дня или люди света свет есть такие слова гребенщиковых когда-то спел даже бог есть свет и в нем нет никакой тьмы вот смотрите радость это свет человеческий таким образом человек всегда выбирает добровольный выбор прожить по принципу светлого человека и прожить по принципу темного человека принцип жизни темного человека это искать возможность мы то есть искать возможность там критики кого бы унизить где бы конкурировать с кем бы там начать конкурировать кого бы обвинять поиск бесконечного бесконечных претензий свет это бесконечная радость таким образом если человек говорит я человек света я живу ради света то это человек живет так что вокруг него появляется радость не нужно о радости своей говорить будьте радостью не нужно не разговаривать не нужно говорить что я радостно я очень радостно это никому не нужно не нужно окружающим людям говорит смотрите какое красивое там цветы еще что-то это ваша радость вот смотрите все голодные вокруг вас и вы в этот момент достаете колбасу и говорите кто хочет эту колбасу вы так не скажете вы ее тихонечко сами съедите тогда скажите зачем вы дарите то что никто допустим не видит кроме вас не делайте этого потому что таким образом вы оскорбляете людей человек говорит смотрите какое красивое небо тем самым он говорит окружающим людям следующие слова вы тупорылые слепые старые бездушные черствые люди вы настолько ослепли что за своей черствостью не видите такое прекрасное небо вы меня услышали он намахшего я естественно к чему этот человек это сказал он таким образом оскорбляет чувство тех людей которые вокруг него находятся не говорят как бы сами себе да действительно чем и такие тупые вот он смог увидеть а мы такие тупые такие вот безнадежные не смогли увидеть скажите это может обидеть человека который рядом находится конечно таким образом если вдруг вокруг вас находится что-то что вас восхищает примите это с радостью после этого накопите эту радость и в дальнейшем и и выделяйте поэтому радость это свет бог есть свет и в нем нет никакой тьмы поэтому мой совет людям которые живут в социуме люди старайтесь быть светлыми людьми а светлые люди это светоч радости источайте радость делайте все для того чтобы такая радость была настоящей люди стремятся быть богатыми а вот лучше было бы если бы люди стремились быть человечными честными милосердными людям не нужно становиться сексуальными им нужно быть честными милосердными человечными понимаете люди хотят быть богатыми сексуальными вечно молодыми не нужно этого всего нужно быть честными милосердными человечными радостными вот с этим можно было бы жить что спасет мир вы думаете 7 заповедей ничего подобного если бы весь мир стал прямо с сегодняшнего дня радостным человек говорит я буду радостный если я буду богатый могу сказать что это не так доказательство за одним столом человек сидит и говорит перед ним лежит консерва и стоит там какой-то тархун или там лимонад он говорит я несчастный у меня все очень плохо я есть это не буду потому что не кильку не люблю ни картошку и тархун пить не буду есть нечего потом этот человек стал очень богатым сидит перед ним огромный стол на нем огромное количество яз он сидит и говорит голубцы не хочу холодец не хочу это уже холодная это очень горячая это не соленая я такое не люблю вроде еды много а есть нечего таким образом один и тот же человек является источником при котором еда ему не приносит радости никакой тогда скажите раньше у него не было он страдал то когда появилась он вновь продолжает страдать точно также у людей раньше она ни с кем не жила страдала по поводу того что она ни с кем не живет начала жить с кем-то начала страдать что кто-то ей мешает раньше не было детей страдала дети появилась страдает тогда вопрос не в детях тогда вопрос не в еде тогда вопрос не в жилье тогда вопрос в чем вопрос внутренней радости в этой духовной радости если бы весь мир стал человечным если бы весь мир стал честным если бы он стал милосердным мир был бы прекрасным. И не нужно было бы заповедей, не нужно было бы спасать людей, ничего не нужно было. Наверное, не смогу приехать на горный курс Карпата, хотя мечтал об этом долго. Будут ли еще раз курсы в горах в будущем? Конечно, будут. Я могу сказать вам, что курсы будут продолжаться, в дальнейшем будут курсы интереснее, и этих курсов будет много. У нас еще 10 лет во всяком случае, 100% моего желания развивать это эзотерическое направление. Я всегда говорю эти слова, и хотел бы, чтобы они стали для вас залогом, наверное, счастливой жизни. Я даже малышню учу этим словам. Я всегда говорю, впереди целая жизнь, то есть не нужно никогда отчаиваться. Даже извиняться не стоит, объясню почему. Курс у нас уже переполнен, мы уже давно, наверное, неделю или полторы недели отказываем новым людям которые звонят и хотят поехать на этот курс. Есть люди, которые пишут, мы не можем поехать. После этого выбиваются и извиняются. На самом деле, есть сотни людей, которым мы отказали и которые хотят сейчас попасть на морской курс. Все в порядке. Как же заклинания? Полгода читаю. Много практик. Прошла третью, четвертую ступень. Но давайте я вам еще раз скажу, Анастасия. У человека, который не пришел базовые ступени, а это первая ступень, вторая ступень, то сколько бы вы ступеней не прошли, вам все равно придется вернуться к первой базовой ступени, второй базовой ступени. Иначе практики будут работать как попало. Это знаете, как человеку дать, серьезный, человеку, который не понимает, как садить самолет, обучить его лететь по небу. Он будет лететь, но когда придет время садиться, он обязательно разобьется. Как вы не можете понять, что вся система устроена по принципу фундамента, стен, после этого крыши, отделки. Третья, четвертая ступень это внутренняя отделка. Что же можно отделать этим цементом или гипсокартоном, если нет ни фундамента, ни дома? Что можно отделать? Тогда что будет происходить? Если не на что цеплять, если есть много игрушек елочных, а нет елки, будет ли Новый год праздником? Не будет. Тогда что необходимо? Елка. Елка это первая ступень, а палки на елке это вторая ступень, а третья, четвертая это уже елочные игрушки, а пятая ступень хлопушки, а шестая ступень это звездочка, а седьмая Дед Мороз. Таким образом, ничего не получится до того момента, пока человек не купит елку. Праздника не будет. К вам пришел Дед Мороз, а там у вас на полу разбросаны игрушки. Скажите, радость принесет, а вы каждый день делаете новые игрушки, новые игрушки, нового Деда Мороза, новые игрушки, нового Деда Мороза. А елочка где? Нету елочки, надо, чтобы елочка была. Но вы, я уже больше игрушек делаю, у меня мешки игрушек, дома игрушек, нет елочки, хоть сколько игрушек будет, нет елочки, не будет радости. Хоть 50 Дедов Морозов будет кричать, маленькой елочке холодно зимой, из лесу елочку взяли мы домой, елочки нет, фасон не тот. Все, конец. Таким образом, даже не начинайте, серьезно. Те люди, которые проходят третью, четвертую, сразу пятую, эти люди, которые должны понять, без первой и второй и третьей последовать на пройденных ступеней, у них ничего в жизни, к сожалению, не пройдет. Если разбило зеркало, как правильно себя вести эзотерически? Собрать зеркало и выбросить его, и все. Пожалуйста, будут ли морские курсы за пределами Украины? Мне не судьба приехать на Украину. В этом году будут морские курсы еще в Черногории. К сожалению, в этом году будет только два вида морских курсов. Один в Трусковце и второй в Черногории. Количество людей, которые будут в Черногории, ограничено. Не больше там 100 человек. И больше морских курсов не будет. Мою жизнь полностью изменила ваша школа. Стараюсь жить с философией школы. Сейчас очень много работы, поэтому мало времени. Бывая с ребенком, чувствую, что теряю связь с дочерью. Скажите, пожалуйста, как с дочерью не потерять контакт, не слабо жертвования? Вам кажется, что вам необходим контакт с дочерью, а я хочу, что вам необходима любовь. А как проявляется любовь? Она проявляется в трех секундах обнимания. В трех секундах, там, возможно, целование вечером перед сном. Вот у меня нет возможности быть часто со своими детьми, так как у меня большая семья. И на мне лежит ответственность все-таки за то, чтобы эта семья имела возможности и так далее. Мне приходится много работать. Но, тем не менее, вчера, позавчера, вот когда я был дома, в тот момент, когда дочь засыпала, я пришел, взял ее за ручку и подождал, когда она заснет. Почему? Ну, чтобы она знала, что я тоже присутствую в ее жизни. Но это не значит, что я должен с ней возиться с утра до ночи, что я должен играться. У нее тоже свое занятие. Она играется в планшет, она играется в куклы, она занята своими делами. Дело в том, что когда ребенок занят тоже персональными своими делами, он фактически тоже работает над собой. Он работает над своим сознанием, он работает над своей логикой и так далее. В этот момент ему взрослый не нужен. В этот момент взрослый должен смотреть только за тем, чтобы этот ребенок сам себе не навредил. То есть не упал, не проколол, не играл с опасными предметами, не лез к огню, электричеству. А в целом в этот момент ребенку близкие, мама или папа, совершенно не нужны. Дело в том, что я не могу вспомнить, как я с папой и мамой ездил на рыбалку или еще что-то там происходило. Но я запросто могу вспомнить те минуты, когда там мама меня обнимала или отец меня обнимал. Это было не часто, но это очень широкий след оставило в моей жизни. Я это запомнил на всю жизнь. Поэтому я не обижаюсь. Я понимаю, что отец работал. Я понимаю, что мама была занята, но я все равно понимал, что они меня любят. Ну вот, собственно, какой след вы потеряете? Вы работаете больше, больше детям дадите. И радуйтесь дома. После смерти муж и жена могут встретиться там? Могут. Хочу спросить у вас. Понимаю, что не в тему... Не отвечаю. Какая тема завтрашнего Сангая? Чем будем заниматься? Для завтрашнего Сангая я придумал упражнения, а также определенные коды. По моему мнению, эти коды вылечивают человека от всех заболеваний. Это называется система Люсин. Здесь шесть комплексов кодов. Они повторяются и повторяются в определенном порядке. Я в дальнейшем проведу вот такой семинар, где буду объяснять, как лечится человек по системе Люсин. Также напишу книгу по системе Люсин. Лю – это шесть осинорганов. Шесть органов, шесть тканей, шесть желез и так далее. Усин – не работающая система, а Люсин – работающая система. Могу сказать, что используя систему Люсин, работая с собой, могу сказать, что я избавился полностью от гипертонического заболевания, которым болел очень много лет. Как сделать так, чтобы никто в семье не ругался? В нашей школе есть очень хорошая мантра. Это мантра МКТ-ВКТ-Роса-Гроссамани-Соха. Если ее читать даже небольшое количество раз шепотом дома, то все начинают друг друга обожать, любить, к всех друг другу хорошо относятся. Напишите ее на бумажке для себя и ее периодически читайте. Видите, что все начали злиться, ни у кого нет хорошего настроения. Начинайте читать. МКТ-ВКТ-Роса-Гроссамани-Соха. Напишите на холодильнике слова «Счастье-счастье, радость-радость». И после этого, знаете, как в американских семьях садятся, берутся за руки и произносите, что мы все вместе испытываем? Все начинают говорить «Счастье». Ну, давайте тогда мы отчасти порадуемся. И все вместе «Ура!» И порадовались. Вот если будет вот так в каждой семье вечером и утром, то тогда семьи будут и богатые, и счастливые, и мужья будут друг друга обожать, и все будет. Знаете, самая яркая особенность, наверное, в жизни людей, которые находят хорошую жену, наверное, среди мужчин, это способность у женщины иметь два качества. Первое – отсутствие обидчивости, и второе качество, ну, трудолюбие, ладно, и второе качество – это возможность создавать радость. А есть другой тип женщины, они всегда всем недовольны. Смотришь на нее, в моей жизни было такое, смотришь на нее, она красивая, она умная, у нее там все хорошо, она много работает, но что же она такая печальная? все время, вот все время печальная. И такой человек, знаете, он еще и умудряется, хочешь, я тебе страшную свою судьбу расскажу, ну, не будет жить с вами человек, начните ему жаловаться на судьбу, как вам жило плохо, поймите, сострадание – это тоже страдание. Поэтому, если вы начинаете искать сострадание, знайте, человек ради сострадания с вами жить не захочет, потому что сострадание вызывает повторение страдания, а если человек страдает и не выделяет радость, то тогда все закончится, финита ля комедия, кино не будет. У меня социофобия, но даже если я начинаю хорошо общаться с людьми, то им уже не хочется со мной общаться. Подскажите, пожалуйста, что делать? Я хочу вам сказать. Дело в том, что очень часто люди, начинающие проходить первую ступень и вторую, делают это, как будто они смотрят художественный фильм. Скажите, посмотреть, как готовит Рамзи, как его зовут, кстати, как готовит Рамзи, есть такой знаменитый повар, допустим, баранину в духовке или рыбу он очень хорошо готовит, Эдгар Рамзи, да, посмотреть, как он готовит рыбу, какую-нибудь там, красного окуня, готовит его в духовке с вкусными приправами, разделывает этого окуня правильно и после чего скажите, смогу ли я точно так же, как Рамзи, опытный повар, которым этому учился на протяжении 30 лет, приготовить такого окуня, если я буду смотреть 30 раз его видео или нет? А если я 100 раз буду смотреть? А если я 1000 раз буду смотреть? В этом и есть особенность. Смотреть недостаточно. Смотреть, к сожалению, недостаточно. Поэтому, когда человек говорит, я уже смотрела и это смотрела, но я вам хочу сказать, не только смотреть нужно, а еще и делать. Не только делать, а делать постоянно. Я вообще хочу вам дать совет. Все вопросы, которые вы задаете сегодня мне, это как полечиться, эзотерические способы продать квартиру, как избавиться от врагов, как убрать порчи из глаза, как выйти замуж, как нравится любимому, как сделать так, чтобы семья не развалилась. Это все есть на моих ступенях школы Кайлас. Проходя последовательно первую, вторую, третью, четвертую и все остальные ступени, человек набирается опыта и после этого это все знает. Там ответы на вопросы есть. Абсолютно на все. Как похудеть, как поправиться, чтобы не болеть, чтобы температуры не было. Есть идиоматические, то есть подходящие к этой теме семинары, это эзотерическое целительство. Я сейчас даже постараюсь вам, я даже постараюсь сейчас найти перечень семинаров, которые есть. Вот, я даже сейчас это сделаю. И вам зачитаю эти семинары, которые есть в нашей школе, чтобы вы просто понимали, какое большое количество семинаров существует. Давайте я их теперь прочитаю. Быстрое замужество. Что за семинар? Это семинар, как женщина может выйти быстро замуж. Нужен он или нет? Тогда вопросы. Дайте эзотерический метод выйти замуж. Скажите, он решим, если пройти семинар быстрое замужество? Но если он три часа, то скажите, сколько там в трех часах этих идей? Саншайн богатство. Один из самых уникальных, но я не считаю, что человек его должен выполнять, не пройдя, допустим, ну хотя бы три ступени. Саншайн кокон, видео семинар, алкогипноз. Ну ладно. Доктрина бизнеса, заклинания Дуйко, коды Дуйко, ларец эзотерических символов, лечение всех органов, видео семинар, лечение всех заболеваний, видео семинар сексуальная магия, магия денег 2, магия денег, магия любви, методы исполнения желаний, оккультные методы обретения счастья, очарование партнера, вторая часть, порча с глаз, родовое проклятие, убирание методы, порча с глаз, родовое проклятие, вторая часть, похудение с помощью эзотерики, предсказывание судьбы при помощи игральных кубиков, привлечение партнера с помощью эзотерики, привлечение фортуны, психотерапия, первая, вторая часть от Дуйко, развитие канала ясновидения, первая часть, развитие ясновидения, вторая часть, калачакра, тантра, йога с видео семинар мантры дойку обрядовая магия саман часть 3 целительная мантры эзотерика для бизнеса эзотерическая гомеопатия эзотерическое целительство первая часть это даже не вижу что написано эзотерическое целительство еще две части и дальше идет целый ряд уже готовых гадания на рунах дойку и дальше идет еще целый ряд сангая где все абсолютно практике можно со мной отработать скажите где здесь разве мало информации ведь ее но настолько большое количество вот если посчитать это около ну наверно 40 семинаров каждый из них по два часа 40 на 2 получается 80 часов бесконечной информации мне кажется если в день 10 часов уделять просматриванию этой информации то 80 часов это получится 8 дней наверное и этой информации будет очень много причем она неповторимая не соответствует тому что пишется в книгах почему воду и кони все как в книжках у дуэка не все так как вы вообще везде в интернете почему так вот что это дуйков вдруг возомнил почему он дает потому что дуэка не замена не занимается копирайтингом он занимается созданием семинаров которые не связаны с идеями других людей понятно я не копирую ваша ученица второй ступени если мужчина уходит из своей семье ко мне что это делать я плохой ученик или правильно себе навредить таком случае если уходит это его проблема если уходит то поступает правильно я могу вам сказать чем проблема если он уходит он поступает правильно а если он ходит к вам и не уходит то он поступает неправильно таким образом если он будет к ходить запретите а если он будет уходить к вам разрешите таким образом вы если он ходит и к вам и к ней то вы разрушаете it и свою семью и его семью и он себя и еще самое страшное детей но в случае если он к вам придет то та женщина найдет другого мужчину дети найдут другого папа вы родите еще одного ребенка и это нормальный процесс такое бывает моя дочь хочет сделать тату я против как вы относитесь как татуировкам позитивно отношусь считаю в этом ничего страшного нет как эзотерический убрать температуру 37 не буду говорить нужно ли заставлять детей учить зачем мы за 3 ски убирать покупайте препараты бупрофен парацетамол пьете и убирается правильно чем отличается бесплатные платные ступени бесплатные ступени они отличаются тем что там информация дана для как бы введения в эзотерику и введения в магию а платные ступени это магия в чистом виде допустим бесплатная ступень это много-много воды а также много идей они достаточно сложно воспринимаются человеком в платной ступени это концентрированной информации это как знаете купить сироп сироп допустим шоколадный и не шоколадная клубничный и пить клубничный компот то есть у вас есть два литра клубничного компота и клубничного варенья вот обновленная ступень это клубничное варенье старая ступень это клубничный компот без сахара где-то так можно ли как-то вылечиться развить деменцию и так далее можно пишите во вторник и во вторник вам назначу препараты спасибо большое за знание наладились отношения с сыном почти рассчиталась долгами даже не сомневаюсь как деменция там боли температура вам нужен завтрашний вебинар который будет проходить платно стоит 20 долларов который будет называться санга я с андреем дуйко лечение всех заболеваний приходите будем с этим всем работать дальше еще один элемент который больше всего мешает людям в их семье это элемент каш недоверие это само собой но есть еще такое понятие конкуренция в семье должна отсутствовать конкуренции никто не должен конкурировать перед мамой перед папой перед мужем дети не должны перед родителями вы не должны перед детьми с конкуренция это то что однозначно сто процентов всех поломает поэтому слово конкуренции в семье должно отсутствовать если вы умный мужчина и умная женщина старайтесь не поощрять конкуренцию старайтесь всячески объяснять и пресекать это на корню в самом начале нельзя конкурировать перед мужем конкурировать перед мамой конкурировать перед кем-то нельзя считать что кто-то лучше кто-то хуже это конкуренция она обязательно разрушит отношения семью я желаю вам успехов с вами был андрей дуйком на этом наш вебинар закончен надеюсь вам понравилось и надеюсь вам было интересно наш сегодняшний вебинар он посвящался ответом на вопросы а также тема была у нас тема отношений мужчины и женщины почему женщина не может выйти замуж несколько тем было рассмотрено но почему-то все перешло в концепцию радости в концепцию семейных отношений поэтому я считаю что семинар получился значимый интересный также в семинаре прозвучала мая мантра умкатэ викатэросы грасамани соха это мантра которая очищает человека от вернее делает в семье трепетные отношения создает процесс любви создает отношения такие чтобы они были больше похожи на романтические трогательные теплые если вам понравился семинар обязательно поставьте лайк обязательно подпишитесь на мой канал и обязательно расширьте или распространите данный семинар на своих страницах ваших информационных сетях это facebook в контакте в одноклассниках а также в социальной сети в потоке я хочу сказать вам что помимо того что являюсь руководителем эзотерийской школы кайлас я являюсь еще и руководителем и президентом компании тибетская формула сайт компании тибетская формула адуйко . то адуйко . com instagram страница нижнее подчеркивание адуйко . com нижнее подчеркивание и сайт в instagram страницы моей персональной андрей дуйко 5 и школы кайлас кайлас word с вами был дуйко до свидания